В то время, в 46-м году, США проводили испытания водородной бомбы на Атолии Бикини в Тихом океане. Название Бикини было у всех на слуху. Чтобы показать миру свое творение, Риарду пришлось нанять танцовщицу, ни одна модель не соглашалась выйти в бикини на подиум. Бикини произвело фурор в мире моды, хотя все еще считалось чем-то экзотическим. Новизну этой модели подчеркивает и вот эта съемка, сделанная в Париже в первый год выпуска купальника. Со времен застегнутых на все пуговицы 30-х годов прошло много лет, но чувство новизны все еще сохраняется. В те времена скромность была важным фактором, и модельеры оставляли многое на волю воображения. Перенесемся в 60-е годы 20-го века, и мы увидим, что бикини стала любимой моделью дизайнеров. Но этот купальник выглядит так, как будто он не предназначен для плавания. Несмотря на то, что модели больше не ходят в нем по подиуму, они определенно чувствуют себя неуютно около этого грязного пруда в такой пасмурный день. Сегодня пляжная культура и бикини составляют одно целое, как верх и низ купальника. Тон этой тенденции задает, например, Бразилия. Несмотря на то, что бикини уже больше 60 лет, модельеры все так же любят его, ведь каждому из них интересно создать что-то новое всего из двух полосок ткани. Субтитры создавал DimaTorzok